Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на работе у меня вышел изстроен циркуляционный насос Grundfos UPS 3280. Я думаю, запишу-ка я для вас видео, из чего состоит насос, какие у него бывают поломки, какая поломка у меня произошла. Итак, для чего же, в общем-то, используются циркуляционные насосы. Нужны они для того, чтобы осуществлять циркуляцию в каком-либо замкнутом контуре. То есть, если это у вас, например, система отопления, они гоняют по замкнутому контуру системы отопления. Если это у вас, например, какая-нибудь охлаждающая жидкость в автомобиле или какой-нибудь, допустим, насос, который работает через теплообменник. Ну, в общем-то, грубо говоря, циркуляционный насос гоняет вашу жидкость по кругу. То есть, для этого он и нужен. Чаще всего в системах отопления достаточно всего лишь одного циркуляционного насоса, и он, в общем-то, прокачивает всю вашу систему. Ну, а также бывают и какие-нибудь отдельные ситуации, когда у вас, допустим, имеется какой-нибудь там теплый пол, например, или несколько контуров, допустим, или несколько у вас зданий, а котел находится в каком-нибудь отдельном здании. Тогда уже у вас устанавливается гидрострелка, и на эту гидрострелку устанавливают уже несколько циркуляционных насосов. Получается, один контур, грубо говоря, на здании А, другой контур на здание Б, третий контур на теплый пол, ну и так далее. В таком случае циркуляционных насосов может быть и несколько. Так как мы сегодня с вами говорим о циркуляционных насосах с мокрым ротором, я вам о их устройстве сегодня и расскажу. Циркуляционные насосы состоят из улитки, ротора и статора. В принципе, ничего сложного. Ротор это у нас крыльчатка. Крыльчатка крепится на валу и, соответственно, на обратном конце есть сам сердечник. Сердечник вращается внутри магнитного поля, которое образуется обмотками статора. Сам по себе статор имеет некоторый набор обмоток. На этих обмотках имеются пластины. Пластины контача со стаканом, который вставляется в эти обмотки. Вставляется он туда жестко. И уже туда, в этот стакан, вставляется у нас и сам ротор. Когда подается электричество на обмотки статора, в статоре образуется магнитное поле. Магнитное поле имеет некоторое вращение. И, соответственно, по направлению вращения магнитного поля вращается вместе с ним и сам сердечник. Ну и вместе с самим сердечником вращается и наше рабочее колесо. В подшипниках, в насосах с мокрым ротором никаких нет. И если вы считаете, что там не должно быть никакой воды, это тоже заблуждение. Я тоже видел очень много роликов, а также мне много людей пытались доказать, что в этих насосах должен быть какой-нибудь подшипник, что там не должно быть воды. Это не так. На самом же деле, циркуляционные насосы с мокрым ротором, они потому и с мокрым ротором, потому что ротор находится внутри воды. И хочу вас заверить, я был на семинаре Крюнфоса, и там говорили конкретно о том, что теплоноситель в насосах с мокрым ротором выступает не только в качестве смазывающего материала, а также и в качестве охлаждающего двигатель-материала. По устройству улитки сразу легко определить направление вращения нашего насоса, где у нас идет всас и где у нас идет нагнетание. Всас у нас идет из крыльчатки снизу, вода поступает в крыльчатку, и в стороны она эту воду пускает. Соответственно, если вы смотрите на циркуляционный насос и видите, что у улитки одна часть ниже, а другая часть выше, оно как бы одно напротив другого находится, но один поток у нас идет чуть повыше, ближе к статору, а другой поток чуть пониже. Ну и вот тот поток, который у нас чуть пониже, это у нас идет всас, а тот, который чуть повыше, это идет нагнетание. Так что теперь вы можете, даже просто глядя на циркуляционный насос, сразу сказать, не глядя ни на какие стрелочки, откуда, в какую сторону он качает. Или он качает в обратку, или он качает в подачу. Посмотрели на эти два патрубка и определили. Чаще всего у циркуляционных насосов имеется несколько скоростей. Соответственно, и энергопотребление меняется в зависимости от того, на какой скорости у вас работает насос. Во-первых, на разных скоростях у него разная мощность, разное энергопотребление, разный ток и разный расход. И вы считаете, какой расход системе отопления вам нужен для того, чтобы преодолеть все гидросопротивления ваших приборов, ваших кранов, радиаторов и так далее. И уже по этому гидросопротивлению вы можете себе устанавливать необходимую скорость. Если же, допустим, у вас система отопления со временем забилась и нет, то вы можете поставить скорость выше. По энергоэффективности я, конечно, рекомендовал бы использовать насосы Грюнфоса. Они на сегодняшний день все-таки самые надежные, несмотря на то, что у меня поломался в этом видео конкретно насос Грюнфос. Вы уж меня извините, хочу сказать два слова уже про насосы Вилла тоже. Почему мне не нравятся насосы Вилла? Потому что они, во-первых, чаще ломаются, а во-вторых, там экономят на болтах. И вот это то, что они экономят на болтах, меня просто как-то вот аж коробит, аж прям бесит, честно говоря. Просто вот взять любой циркуляционный насос, взять любого китайца какого-нибудь или тот же самый Грюнфос, там всегда имеется 4 болта. Вот если это какой-нибудь маленький циркуляционник, типа, допустим, там УПС-ки с мокрым ротором, там все болты присутствуют. Если же вы берете насос Вилла, это вроде бы тоже хороший, надежный насос. Он, в принципе, в большинстве случаев работает даже дольше, чем китайцы, но меньше, чем Грюнфос. Так вот, у насоса Вилла всегда только два болта. Они закручивают по диагонали только два болта. А два болта экономят. Ну, что за, блин, фигня? Меня, честно говоря, вот эти вот два болта экономии, ну, просто вообще, мягко говоря, очень смущают. Мало того, если мы говорим уже об этих насосах типа УПС-ок у Вилла, то если вы берете, например, насос Грюнфос, вы себе сверху на крышечке открутили, крестовая отверточка, сняли крышечку, и вот, пожалуйста, подключайся там электрически, как хочешь. Если мы говорим о насосах Вилла, то защёлочка у них всегда находится со стороны улитки, и очень часто, когда эти насосы устанавливаются на гребёнки, как вы вот, например, сейчас видите на фотографии, и вот на этой гребёнке открыть этот насос, блин, ну, практически нереально. Сверху, снизу не подлезешь, сбоку не подлезешь, а защёлка-то находится со стороны улитки, и приходится как-то там отверткой ковырять, отъебать. В общем, блин, это тот ещё геморрой, я вам скажу. Открыть, конечно, можно, всё можно сделать, вообще у нас неосуществимых задач просто не бывает на этой планете. Вот, но, блин, неудобство обслуживания, и вот эти два болта экономии, это, блин, это просто капец. И смотрите, вот на вот этой гребёнке, которую я вам сейчас показываю, все насосы вилловские уже постепенно меняются на Грюндфос. То есть мы сюда уже поставили несколько Грюндфосовских, и вот эти вот остатки вилла, которые там есть, они уже гудят. Этой системе отопления буквально там до пяти лет. И эти насосы, считайте, уже половина поменяны на Грюндфос. А Грюндфос работает себе исправно. И вот только сейчас у меня поломался вот этот насос Грюндфос. Итак, давайте теперь поговорим о том, какие поломки бывают в циркуляционных насосах с мокрым ротором. Чаще всего эти насосы клинят. Клинят они почему? Потому что они долго стоят. Сообразуется небольшая накипь. Накипь у нас, наш сердечник облепляется всех сторон, сердечник к нашему стакану, который вставляется в наш статор, прикипевает, и у насоса магнитного поля просто не хватает сил для того, чтобы его провернуть по оси. И чаще всего это очень просто решается. На циркуляционных насосах есть такой специальный винтик спереди. Когда этот винтик отверточкой откручиваешь, внутри мы видим такой небольшой шлиц. Этот шлиц у нас идет уже непосредственно от самого ротора. Мы вставляем отвертку. Отверткой вручную его проворачиваем. После этого включаем насос в сеть. И насос начинает без проблем работать. Это в большинстве случаев так. Если он заклинил капитально, то вы его уже оттуда, в принципе, без проблем не достанете. Вы что-нибудь оторвете. Вот, например, посмотрите на этот двигатель, который очень долгое время работал. Во-первых, у ротора, если вы видите, вокруг находится такая оплёточка, что-то типа фольги. Эта фольга со временем просто перетерлась, и за счет этого он начал шкрести. И этот насос в данный момент в принципе работает, но при его работе слышен шум. Именно поэтому меня и вызвали. То есть насос не просто беззвучно работает, как любой другой, а слышно такой шшшшшшшшшшшшшш. То есть слышно, как вот он трет. Вот. И трение это обусловлено именно тем, что вот эта вот обмоточка такая, как фольга, которая находится сверху на нашем сердечнике, она просто трет обстакан нашего двигателя. А также, если вы долгое время добавляете воду, которая у вас никак не умягчена, Если там никакой нет химводоочистки, химобработки, то улитка насоса обрастает наростами. И эти наросты выглядят весьма несимпатично. Вы как раз сейчас видите на экране, как сильно заросла улитка насоса. И эти все наросты именно из-за того, что вода у нас была не подготовлена. А также тут очень часто, кстати, в этой системе отопления чистят фильтра. Буквально раз в месяц, а то и в два месяца, там образуется такая вот, как жижа. И вот эта вот жижа циркулирует по всей системе отопления. Благополучно скапливается к гидрострелке. В гидрострелке, в общем-то, снизу краник, из которого еле-еле течет вода. То есть, эта гидрострелка превратилась уже в отстойник просто для этого всего, что там собирается. Это дело надо, во-первых, почистить. Ну и, во-вторых, конечно, хорошо было бы сюда поставить какую-нибудь химводоочистку. Но это уже другая ситуация. Следующая поломка, которая бывает в этих насосах, это лопается ось. Чаще всего она идет керамическая. Керамическая она идет облегченная, она легче, чем железная. Она более долговечная, она долго не перетирается. И насосы с керамической осью чаще всего более энергоэффективны, потребляют меньше электроэнергии. Поэтому используется именно керамика. Но она, бывает, лопается. Следующая поломка, которая бывает с насосами на крыльчатке, как вы видите, сверху и снизу имеются такие, как пластинки. И посередине дырочка. То есть, посередине между ними крыльчатка, а сверху и снизу на ней одеты такие, как пластинки. Так вот, эта пластинка бывает отлетает, и насос начинает, вот, когда работает, просто тарабанить. И звук вот эту вот крыльчатку, она вот так вот стучит, эта вот крыльчатка прыгает вверх-вниз. И образуется такой тарахтящий звук. В этом случае надо менять рабочее колесо. Следующая поломка бывает также тарахтение в насосе. Но тарахтение это образуется уже не от того, что отвалилось от рабочего колеса, вот эта вот кругляшка. А из-за того, что в системе отопления при монтаже, скорее всего, использовалась сварка либо электрическая, либо какая-то газовая. Это, в принципе, не принципиально. И при этой сварке отвалились некоторые капельки расплавленного металла. И вот эти вот капельки расплавленного металла попадают в насос. А так как через насос этим капелькам металла пройти тяжелее, чем где-либо еще, они там застреют и начинают тарабанить. Крыльчатка крутится и вот эти вот капельки расплавленного металла тоже тарахтят. То есть, для того, чтобы это дело устранить, надо просто открутить 4 болта, снять саму нашу голову ротор вместе со статором, вытрусить оттуда все эти окалинки, закрутить на место и все. И шум уйдет, ничего тарахтеть не будет, все будет замечательно. Следующая ситуация, это такая, как я вам уже рассказал, когда статор трет об ротор. Чем это вызвано, я вам тоже уже рассказал. Также бывает, из строя выходит конденсатор. Если выходит из строя конденсатор, его достаточно заменить и ваш двигатель вновь будет работать. То есть, если вы выкручиваете винт из вашего статора и прокручиваете отверткой ротор, он вполне нормально работает. Если вы прозваниваете обмотки, они у вас целые. То есть, насос не заклинил, электропитание пришло, электропитание правильное, 220 вольт, ну максимум 230, желательно больше не давать. Если фаза И0 присутствует, соответственно, вышел из строя конденсатор. Перепаиваете конденсатор и насос у вас работает. И последняя поломка, она бывает реже всего, но тоже имеет место быть. Это когда подгорают обмотки самого статора. То есть, когда вы видите сам статор, внутри статора имеются пластинки. А также пластинки нужны для теплоотвода от обмоток статора в воду. Я вам говорил, что жидкость это охлаждающее вещество. Получается, стакан мы вставляем очень плотно в наш статор. Там же в воде крутится вал нашего ротора. И там же циркулирует жидкость. Соответственно, ток, проходя по обмоткам статора, нагревает их через пластинки. Это тепло передается стакану, а стакан охлаждается водой. И это тепло уходит дальше в вашу систему отопления. Ну или смотря какую жидкость вы там качаете своим насосом. Так что я надеюсь, что видео было для вас полезным. Вы для себя подчеркнули какую-нибудь новую информацию. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите мне комментарии, что вы об этом всем думаете. Всем пока и до новых встреч!